Здравия всем, кто отважился лицезреть это видео. Это видео является летсплеем, с позволения сказать, проекта, с позволения сказать, Low of the Dark, с позволения сказать. Это игра, которая разработана вашим покорным в течение достаточно длительного промежутка времени, во имя неизвестно чего и неизвестно зачем. Данный конкретный летсплей посвящен, так сказать, начальным этапам игры. Мы создадим персонажа и начнем углубляться вглубь древнего, не очень няшного аванпоста и любоваться стрёмной графикой. Согласно канону вымышленного мира мы будем играть наемницей по имени Джо, ну просто потому что это канон вымышленного мира. Какого мира, не важно, но канон, 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 чем больше я повторяю это слово, тем больше я сам в это верю. Я создам персонажа быстрого и умного, это позволит мне убегать от серьезных опасностей и при этом кидаться большим количеством заклинаний, которые не потребляют всякие разные предметы. И при этом мы дополнительно усилим скорость соответствующим перкам. И давайте начнем. В сюжетных слайдах нам рассказывают о том, что наша героиня или герой, если вы создали персонажа мужского пола, натыкается на некий древний медальон, который является ключом к вот тому аванпосту, к которому мы приближаемся. Аванпост принадлежал большой страшной древней организации. Организация давно накрылась, а аванпосты остались. Ну не только аванпосты, замки и все такое прочее тоже было. Ну конечно это все давно разграбили, а тут халявный нетронутый. А, можно чем и поживиться, если повезет. Ну конечно же не повезет, потому что жизнь фантазийного персонажа та еще скотина. Но мы об этом пока что не знаем. Драки в большинстве своем, за исключением нескольких заскриптованных, возникают рандомно. А состав и сила противников определяется, собственно говоря, не в последнюю очередь самим героем. То есть, чем выше ваш уровень, тем более сильных противников игра подбрасывает, плюс противники немного прокачиваются по ходу игры. И алгоритм прокачки абсолютно идентичен тому алгоритму, который используется для самого персонажа. То есть, если вы играете против противника 10 уровня, это значит, что берется противник базовый, условный шаблон первого уровня, какой уж он там есть, и затем ему последовательно на каждый уровень выдаются очки распределения параметров и очки перков. И, соответственно, они могут получаться довольно разными. Хотя на ранних этапах, конечно, этого еще не заметно. Плюс для особо чокнутых хардкорщиков есть возможность включить режим, когда помимо, собственно, прокачки еще и выдаются дополнительные заклинания, тоже как положено. Но тогда это получается совсем уже злобно, потому что очень быстро те же гоблины начинают жизнерадостно игрока парализовать, что не очень приятно. Я покажу пример одного из стеновых секретов. Их не очень много, но они есть. И некоторые монстры, как вы видите, даже бродят по уровням. Хотя ничего выдающегося в этом опять-таки нет, но не бродят. Ну и создают, возможно, какие-то элементы чего-то типа атмосферы. Может быть, я в этом не уверен, это не мне решать. И мы левелапнулись. Давайте посмотрим, что же мы можем повысить. Мы можем повысить на всю ту же скорость, потому что скорость это важно. На самом деле, каждый параметр, когда он прокачан до определенного уровня, начинает давать определенные плюшки. О, пошли варги. Давайте попробуем их забрать. Если нам станет совсем уже плохо, то придется сбегать. А совсем уже плохо стало довольно быстро. Ну, еще одна попытка. Подлечимся. Лук. И мы, кажется, победили. Да. Мы победили. Победа, победа, победа. У меня, к сожалению, нет ни одной баночки. Что означает, что я не могу обзавести зельями. И еще одна секретка. На самом деле, для открытия этих секреток есть специальный перк, но он открывается позже. И на ранних этапах, конечно, предполагается, что игрок на какую-нибудь из них, может быть, начнет, наткнется случайно, и тогда будет периодически пытаться их искать. Да, придется бежать. Побега, это, конечно, очень плохая опция, потому что за него дается, ну, очень намного меньше опыта, чем за победу в бою. Буквально в десятки раз. Если долго бегать, можно сильно отстать. А сила противников зависит не только от уровня персонажа, но еще и от, собственно, уровня, на котором мы находимся. Кстати, пора бы сохраниться, потому что любой бой может закончиться очень трагически, совершенно непредсказуемые моменты. Я зачем-то потратил ценную стрелу на крысу. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Я думаю, крысе понравится эта стрела, и она пригодится ей в будущем. На самом деле уровни здесь довольно маленькие, но при их разработке в большинстве случаев я стремился к тому, чтобы габарит уровня был максимально заполнен, чтобы было много коридоров, поворотов и так далее. И мы можем скрафтить лечебное зелье, что является более сильной лечилкой, чем лечилка стандартная. И черт возьми, на нас напал скелет, а значит, надо просто тупо бежать. Если мы, конечно, сможем. А это не... Ага, удалось. Как говорится, никогда не знаешь, получится у тебя сбежать или не получится. Шанс на побег определяется скоростью персонажа и скоростью противника, который стоит перед персонажем. Поэтому от более медленного противника можно убежать, даже если нападает много врагов, среди которых есть и быстрые. Ну, сделано это опять-таки намеренно, потому что, честно говоря, вызывать лютую фрустрацию игрока просто за счет толпы неубегаемых врагов не хочется. Сначала я думал как-то усреднять параметры. То есть находить среднее значение скорости. Но, откровенно говоря, этот метод, мне кажется, не совсем хорош. И я не знаю, зачем я сюда пришел. Это тупик, и у нас нет ключа, который позволил бы туда проникнуть. Или есть, секундочку. Нет, нет, он нужен серебряный. Ну что, значит, технически говоря, на этом уровне мы закончили. А жалко. Зато стеной лежат всякие вкусности. Но есть еще один момент. Справа вверху можно увидеть набор ключей. И эти ключи, они выдаются рандомно. Ну, зачастую. Есть исключения. Вот у меня сейчас 5 золотых ключей и ни одного серебряного. И это... А сейчас будет 7 золотых ключей. И это означает, что мы не можем открывать серебряные двери. А когда мы не можем... Да что ж такое? Что за осада скелетов? И это типа босс. Я даже сохранюсь. На самом деле он не то чтобы сложный, но иногда может причинять некоторые неудобства. А кто ж любит неудобства? Я, например, не любит неудобства. Ну, поехали. Долбанем из лука. Отравим. Подлечимся. Пополним ману. Мана пополняется за счет здоровья. Он сильно озверел. Попробуем гада усыпить. Пополним запас магии. И похоже, что придется бежать, если получится. Нет. Вот так вот здесь убивают. На все про все положено всего одно сохранение. Ладно, я лентяй. Я попробую просто от него сбежать. Это реально. Но если хорошая скорость у персонажа. В противном случае только страдания, только хардкор. И вот сейчас будет неприятный момент. Я его помню. Для обычного игрока будет полная неожиданность. Три гоблина. На этом уровне это довольно серьезная угроза, от которой непросто сбежать из-за относительно высокой базовой скорости гоблина. на них придется активно тратить стрелы просто потому, что их много. И... Я думаю, мы с ним уже справимся. И естественно, на нас тут же нападает живая статуя. Попробуем от нее сбежать. Получается. Да вы издеваетесь. Вот этот предмет нам потребуется позже. Открываем сундучок. Нет, ну вы реально издеваетесь. Открываем еще один сундучок. И топаем в обратном направлении. Ну, двух гоблинов, я думаю, как-то получится разобрать. Конечно, очень серьезные противники. Но их всего лишь два. Здесь можно будет раздобыть предметик. Кстати говоря, мы можем сделать себе еще одно целебное зелье. Что нам, как минимум, не повредит. О боже. И тут внезапно бес. И это бой, с которого мы не можем сбежать. Я черти когда сохранился в последний раз. Ладно. Так, попытаемся усыпить комаров. И как можно быстрее выбить беса. Ну и теперь справиться с роем будет несложно. На низких уровнях бес это очень неприятный противник. Именно из-за своей высокой скорости от него сложно сбежать. Но при этом он наносит неприятный урон. Соответственно, с ним надо быстро разбираться. О, у нас уже много бутылок. Мы можем наварить себе зельев исцеления и усугубить их внезапно зельями магии. Теперь мы можем восстанавливать еще и манну в больших количествах. А чтобы открыть эту дверь надо решить сверхсложный пазл. И теперь можно взять пижонский прикид. Этот прикид всего лишь усиливает навык меч. Но с учетом того, что у нас навык меч находится в окрестностях плинтуса, такой бонус крайне желателен. Поскольку мы будем наносить несколько больше урон картами соответствующего навыка. И теперь можно двигаться, 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 двигаться. Опять вой. От скелета хотя бы несложно сбежать. Разбираем грифоныча. Левел ап и бонусный параметры персонажа. Все в одном флаконе. Продолжаем наращивать скорость. До определенного предела я только этим и собираюсь заниматься. Хотя, на самом деле, тесты показывали, что и другие тактики вполне актуальны. Другой вопрос, что они требуют разработки принципиально других схем. Ну и плюс, каждая игра сильно зависит от того, какие карты вы получаете на руки. А карты, которые выдаются на руки, зависят от того, какие параметры развиты у персонажа. Точнее, не параметры, а именно навыки. А навыки, а-ля Моровинд, и прочие игры с тренируемыми системами прокачиваются по мере использования. Причем, чем выше навык, тем ниже шанс, что он вырастет. Так, господи, меня уже троллят. Мы потихоньку приближаемся к выходу с уровня. Пустая комната. Наверное, надо поставить туда какой-нибудь диванчик, или может быть что-нибудь подобное. Да, это тени, которые то появляются, то исчезают. Это не глюк. Это особенности местного движка. Игра разрабатывается на великом и могучем движке Джельс Сцена, который не совсем заточен для того, как я его использую. И в результате этого получается, что я ну, в общем-то, немножко его перегружаю, скажем так. И вот эта перегрузка может вызывать самые неожиданные и безумные графические глюки по мере игрового процесса. Я, конечно, бессовестно свечу многие секреты, но будем откровенны, я не ожидаю, что многие увидят это видео, и я не ожидаю, что для многих это будет страшным спойлером. Да, здесь есть секретка. Но эта секретка непростая, эта секретка золотая. Закрытые двери. Еще бонусные параметры. Ну и поскольку я лентяй, я не буду обхаживать две огроменные комнаты, хотя одну штуку я все-таки открою здесь. А именно алтарь пирков, который даже не является секретом по факту. На самом деле делаю глупость, надо вырезать как можно больше противников. Ну это лень, это лень, это лень. И, и, и. И я могу взять перк на критические удары, что иногда довольно-таки приятно. Почему? Потому что есть шанс взять и больно стукнуть противника. Больнее, чем собирался. Ну и поскольку я, да, нажал на эту кнопку, можно идти на выход. Статуи. Статуи. Ну иди ты полем. Нет, не хочет. Ладно, будем тебя статуя бить. Так, пропускаем этот ход. Будем бить. Ага, вот есть нормальные соли духа. Я не хочу тратить ценные предметы на легких противников. Потому как рано или поздно начнут попадаться ну в общем вот эти ребята. И не всегда от них можно сбежать. В отличие от многих других игр, здесь расчет вероятности честный. То есть идет чистая генерация случайных чисел без всяких поправочных коэффициентов. Так что можно сказать, что игра идет просто с удачей. Ну и я думаю это будет крайний уровень данном летсплее. Причем я не буду его сильно обхаживать, потому что это уровень, который в плане замороченности и секретности я им горжусь. Желающие могут поколупаться. Тут можно найти много неожиданностей. тролли на то и тролли, чтобы игроков троллить. Или может ай, что я делаю? Что я делаю? Да! Этот уровень настолько суров, что вот он выход. И он почти в самом начале. Ладно, нет, я покажу еще этот уровень. Все-таки он няшный. Бочки пустые, сундук для прикола тоже пустой. Самые паршивые. Кстати, вот вам и критический удар. Я думаю, эту парочку разобрать получится. Трифона запинаем ногами. И теперь можно перейти к скелетику. Мана закончилась. вот карта разрез. Она наносит урон двояко. Она наносит 10 единичек стандартного урона и снимает 5% здоровья. Ой, елки. у меня осталось всего лишь теперь уже ноль стрел. Но я думаю, с призраками справиться получится. Однако без стрел не жизнь. Не жизнь. левелап близко. О, нет, только не ты. К счастью, от троллей можно сбежать. Палка. нам ничем не поможет. Сделаем себе одно зелье. И, собственно говоря, все, больше мы ничего не сделаем с вами, дорогие товарищи. Этот уровень на самом деле является немного тролльским. Дело в том, что если знать его структуру, арбалет, а смогу ли я его использовать? А смогу я его использовать? Отлично. Отлично. Арбалет усилит мой навык лука. Если бы у меня еще были стрелы, то было бы вообще замечательно. Технически и теоретически к этому этапу игрок должен быть в состоянии прокачать перк открытия секретов. И если он прокачан, то вполне можно получить плюшку. Ага, я сделал ошибку. Ну, ладно. Итак, это алтарь стихий. Теперь можно получить силу земли. И здесь закрытая секретка. И черт возьми я влип. Так. Бес отравим. Лечимся. Попробуем призрака усы. Это не призрак. Вот это призрак. Попробуем его усыпить. И он не уснул. Отлично. Травин гада. так, это вздох. Осталось пережить призрака. Хотя призрак уже мертв. Как его пережить я не знаю. Но тем не менее, как ни странно, победа. Халявная стрела, левел ап, новое заклинание, да просто халява, еще и перк. чтобы нам такое взять. Фу-фу-фу. Ладно, тогда очки перка придержим и усиливаем скорость. Сейчас мы превысили значение 30 параметра скорости и получаем особый плюс от этого атрибута, а именно способность тасовать карты. Что очень-очень-очень помогает. Ну и из-за моей идиотской ошибки придется возвращаться почти в самое начало уровня просто для того, чтобы нажать на кнопочку. Как это называется? Это называется глупость. А еще это называется свинство. Я же говорил, что этот уровень тролльский. да, вот эта кнопка. Так, вы насекомые, я вас сюда не звал. Не звал? Не звал? А, нет, я еще не могу тасовать. Ха, значит 35. Я уже сам не помню свою игру. Люди, вылечите меня. вылечите меня дубиной по башке. И теперь нажав на эту кнопочку, можно вернуться в ту самую комнату, из которой мы ушли, чтобы увидеть вот эту дверь. С этой дверью вот эта кнопочка. И здесь секретный выход, который мы воспользуемся дважды. Поскольку нажатая нами кнопочка открыла в этой часовне секретную стену, за которой находится много всяких вкусностей и очередная кнопочка. Теперь дырка видна на карте и пройти можно с меньшим количеством сложностей. И мы уходим с этого уровня для того, чтобы попасть на очень большой самороченный уровень, на котором можно сменить свою расовую принадлежность. И наверное это мы оставим для следующего раза. Оставляйте свои мнения и я надеюсь, что кому-то это зрелище доставило несколько приятных минут хотя бы в ходе ржача над тем, насколько слабо это все выглядит. Всем чао! Корректор Продолжение следует...